всем привет я александр шевченко на самом канале рассказываю про аэросъемку видеосъемку путешествия подпишись будет интересно прошлом видео рассказывал о том как записать видео в домашних условиях без дорогостоящего оборудования без аренды студия только окно только уличный естественный свет и ваша камера то есть как в домашних условиях сделать такую небольшую домашнюю студию если не смотрели этому видео будет доступна где-нибудь здесь в этом видео я хочу рассказать как при помощи относительно дорогого цветового оборудования можно создать домашнюю студию и начнем с того что не так сильно важно какое оборудование световой вы используете да конечно глобально чем оборудование дороже тем он лучше дает серой и тем лучше от него будет свет если вы не сильно разбираетесь в этом то даже при наличии недорогого относительно там бюджетного освещения можно им пользоваться главное понимать что и надо научиться пользоваться то есть не просто найти так купили там десяток световых приборов поставили как-нибудь и они светят нет сейчас у меня стоит просто один цветовой прибор я думаю что то подобное на авито можно купить за тысяч 15 рублей то есть на тысяч рублей для светового оборудования это совсем недорого то есть это бюджетно есть у меня такие две световые палки на столе и 2 еще сзади меня то есть по факту можно использовать в целом одну световую палку положить ее на задний фон и подсвечивать такая световая палка стоит примерно на обиды 700 тысяч рублей комплект из четырех стоит примерно 30 тысяч рублей плюс-минус она дата может немножко варьироваться и сейчас я хочу поговорить о том какое в целом бывает световое оборудование и как правильнее пользоваться чтобы получалось относительно хорошая приятная картинка за минимальный бюджет поехали так начнем самое главное что нам необходимо сделать самом начале это приобрести тот источник света который будет светить на нас данном случае у нас используется годок свл-150 если не ошибаюсь софтбоксом сотами с рассеивателем для того чтобы свет был максимально мягкий и светил на наше лицо мягко и хорошо можно посмотреть на авито аналоги то есть тот же самый годокс только взять на примеру sl60 то есть это более бюджетный более маленький прибор но точно также там в комплекте с сотами софтбоксом и рассеивателями он будет стоить наверно тысяч пятнадцать тысяч пятнадцать это относительно недорогой свет небольшие деньги для это для источника света так примеру возьмем две палки палки от годок стоял 30 есть на них отдельный обзор классные палки хорошо светят имеют разные цвета вот мне лежит две палки сзади подсвечивать с этим светом сзади одна палка стоит примерно 700 рублей комплект из четырех палок стоит примерно 30 примеру если мы возьмем более какой дорогой премиальный свет от фирмы астера то одна метровая палка будет стоить примерно 1000 долларов сейчас по курсу это примерно 90 тысяч рублей за одну палку за девяносто тысяч рублей можно купить комплект из четырех палок ветрову к докс поэтому свет очень сильно конечно разница по цене есть прям премиум сегмент который очень дорогой есть более бюджетные сегменты где очень много разных производителей много разного источника света и если вы научитесь им пользоваться грамотно хорошо то в целом можно задать за относительно бюджетные цены приобрести хороший свет почему я говорю что первую очередь необходимо приобрести именно основной свет потому что это тот свет который светит на вас если этот цвет будет плохой дешевый это будет на камень просто обычная лампочка торшера то конечно наш свет будет ложиться на лицо не так хорошо не так ровно поэтому мы приобретаем хороший источник освещения ставим на него софтбокс ставим на него сотой чтобы свет максимально на вас светил и не освещал всю остальную площадь которая нам не нужна для подсветки то есть если я разверну источник света сюда он будет светить на стену это будет некрасиво поэтому я его разворачиваю сторону для того чтобы светил только на стол и частично на меня не попадая на заднюю стену таким образом картинку на так получается намного лучше чем если бы этот свет светил прямо на меня и на задний план поэтому софтбокс повторюсь сотой рассеиватели которые ставятся внутри они помогают добиться довольно хорошего мягкого освещения который в целом очень классно смотрится в целом за 15 рублей можно приобрести хороший источник света со стойкой весь комплект поэтому рекомендую смотреть если вам вдруг есть такая нужда приобретение света посмотрите на цвет от году в целом давно ими пользуюсь классный рекомендую дальше хочу рассказать про из дополнительных источники освещения которые мы можем использовать помимо основного света который на свете до в идеале нам пользует нам три источника света они впереди один боковой и один контрабой который бы хорошенько отделяло меня от фона но мы сейчас говорим про то чтобы бюджетно сделать хорошую картинку не используя дорогостоящие оборудование то есть в идеале на себя используется 3 источник света это минимум идеальный минимум сейчас мне используется 1 2 2 источник света меня светит не на меня он светит больше на задний фон для того чтобы просто отбить меня от заднего фона то есть если мы выключим задний свет то моей от эти грани будут темные они будут сливаться с вот этими задним фоном как по другому так назовешь просто бы грамм и поэтому чтобы как-то отделить меня от заднего фона чтобы с ним не сливался я сделал подсветку заднего фона то есть в идеале используется светом светит на актера греем там сбоку для того чтобы немножко подсвечивать грани так как я не хочу светить на себя я просто положил вот на пол для того чтобы светил на именно на задний пол в целом два источника это уже намного лучше чем использовать один источник либо вообще не использовать цвет и стараться придумать что-то там самостоятельно вот этот второй дополнительный свет он может быть какой угодно все либо можно использовать как к докса различные световые приборы от нам лайта апатюр то есть много разных светильников которые там стоят относительно бюджетно они могут стоить на там тысяч рублей 2 3 зависит от того какой прибор насколько он большой есть более там бюджетные палки за полторы тысячи рублей то есть на алиэкспрессе на авито можно найти кучу разных световых приборов которые значительно улучшить качество вашей картинки за относительно бюджетные цены то есть взяли один основной вот на основной свет по-хорошему деньги стоит потратить потому что он будет делать всю основную вашу работу тот свет который будет вас использовать дополнительно уже можно не так сильно заморачиваться о его качестве естественно чем свет дороже тем более лучший показатель цвета он дает чем нас свет будет хуже тем хуже будет показатель но повторюсь что если мы хотим сделать более бюджетный цвет при этом получить хорошую картинку то важно просто научиться им пользоваться надеюсь я смог до вас донести свою мысль о том что не обязательно иметь дорогостоящие цветовое оборудование снимать можно и днем не используя вообще никакой свет как я рассказывал предыдущем видео если вы смотрели посмотрите обязательно но даже если вы снимаете вечером хотите получать классную картинку на вам не обязательно вкладывать за тысячи 2 долларов в световое оборудование можно купить относительно бюджетный свет который вам на первое время будет закрывать все важном основные задачи самое главное приобрести несколько источников освещения в пас был основной тоже говорит и какой-нибудь дополнительный который можно будет обращать расставлять на заднем плане его где-то по бокам чтобы дополнительно на вас светить по-хорошему как я говорил должно быть три источника свет один основной заполняющий один боковой слегка подсвечивает ту сторону которым я не свинь на которой свет не попадает и один контроволь чтобы сбоку светил на меня и отделял меня от заднего фона также хотел напомнить что у нас есть своя онлайн-школа по обучению пилотов дронов онлайн-школа академия аэросъемки в которой у нас уже записано более 90 уроков то есть закрыты мне кажется вообще все темы связанные с аэросъемкой на различные тематики различные сложности поэтому если вам интересно узнать про аэросъемку ссылочка будет доступна в описании на этом у меня все пишите в комментариях каким светом пользуетесь вы и до встречи в следующих роликах пока пока